друзья всем привет мы снова в студии другой ты мы снова говорим о биохакинге и мы очень ждали этой встречи потому что и для меня как для спортсмена и как тренера и для большинства вас зрители вы написали в инстаграм и в youtube вопрос эндокринологии очень важен поскольку вот где где ну вот здесь точно нельзя заниматься самолечением и нужно точно понимать где грань потому что наши гормоны это наше все и я точно знаю и по опыту видел что один раз нарушишь эту грань и могут быть последствия плачевными сегодня у нас в студии в раньше декринолог врач интегративной медицины главный врач метабаде это наши друзья партнеры где мы периодически тоже снимаем эльвира асхатовна алимова добрый вечер и самый первый вопрос вот я уже начал немножко об этом говорить прав ли я что наш гормональный фон гормональный фон человека даже если он не тренируется ведет такой пассивный образ жизни очень тонок очень так хрупок и его нарушения они последствия дадут какие-то необратимые последствия да и и сразу первый вопрос что такое эндокринология и с какого момента жизни вот мне уже 40 практически три года с какого момента жизни на это нужно внимать в него обращать внимание ну эндокринология конечно это прежде всего медицинская дисциплина это наука относительно молодая она сформировалась не так давно в начале этого столетия занимается она действительно гормональным профилем гормонами влиянием гормонов на здоровье человека и соответственно патологии которая возникает на фоне изменений гормонального фона если какие-то основные признаки если пока ты еще не понимаешь что нужно ждать анализ крови а большинство зрителей только-только начинают заниматься здоровым образом жизни кто-то биохакингом если где-то первые признаки того что необходимо уже сдать анализ и посмотреть что с гормонами происходит скажем так первые звоночки как они проявляются должно немножечко насторожить человека и все-таки обратить внимание на свое здоровье это когда есть усталость которая действительно мешает в повседневной жизни вот если человек занимается спортом или фитнесом и у него периодически появляется вот эта усталость особенно после тренировки или до до это нужно обязательно посмотреть первое это щитовидная железа которая рулит нами которая дает нам именно вот эту энергию эту активность которая запускает нашу двигательную энергетическую активность и надпочечники потому что надпочечники как раз таки дают нам этот сигнал который организм считывает в виде что делать сражаться или убегать успокоиться или двигаться активным быть или идти в сон действительно это это все делают гормоны ну и вот референсное значение вот анализ щитовидной железы этот тг вот какие референсное значение которые бы вот нас не пугали и в которых мы нормально бы существовали а какие опасные которые уже там алларом зажигается и что нужно принимать какие-то меры ну вообще по ттг только не судят о щитовидной железе да потому что нужно смотреть в комплексе и периферические гормоны я так их называют центр и периферия центральная регуляция щитовидной железы идет через ттг это гормон гипофиза да и референс конечно каждая лаборатория дает свой но даже внутри референса то есть той нормы которую предлагает лаборатория мы придерживаемся середины то есть если допустим диапазон ттг от 0 5 до 4 с половиной 5 вот такой небольшой коридор стараемся где-то держать его в диапазоне полтора-два то есть ровно в середине референса и конечно мы смотрим это еще с позиции периферических гормонов т3 т4 это активаторы сами непосредственно гормоны щитовидной железы я почему-то привык ориентироваться на состоянии ттг потому что это 34 они как бы уже последствия подтверждают первым и пищу да можно так сказать что можно ориентироваться на ттг но иногда бывает так что и ттг в пределах нормы а вот гормоны периферические уже начали проседать и давать не совсем правильную картину но вот к сожалению я заметил что ну и фитнес индустрии как тренера до сих пор работы что у каждого третьего есть какие-то аномали с щитовидной железой и вот можете называть не симптомы когда вот когда щитовидная железа и уровень ттг и тт-34 низкие это слабость апатия чаще всего это отсутствие энергии до сонливость вялость очень часто бывает так что сонливость приходит именно после какого-то плотного приема пищи допустим пообедал человека минут через двадцать его уже тянет косту хочется подремать это тоже признак того что щитовидной железой не все в порядке часто женщины обращают внимание на сухость своей кожи сухие пятки сухие руки сухое тело это тоже один из признаков не совсем правильной работы щитовидной железы эмоциональная лоббильность вот тоже я иногда могу прочитать человека по его эмоциональному фону и сказать что да у тебя товарищи с щитовидкой не все в порядке они нетерпимы и они слишком агрессивные легко это когда уже много да нет не всегда тоже может да вообще что видно железа эмоциональный фон очень сильно регулирует и сниженная работа и высокая работа и нижняя граница и версии границы симптомы приблизительно одинаковые не совсем мы говорим сейчас об эмоциональном фоне вот если допустим гормоны щитовидной железы слишком высоким и так называем это состояние гипертиреоз или тирео токсикоз тогда да там человек ходячая электростанция он буквально искрит на всем а если человек наоборот в состоянии гипотиреоза тогда это человек просто вспыльчивый допустим он не терпит что-то ему кто-то сказал он через какое-то время прям агрессирует и это тоже вот на каждом шагу к сожалению сожалению да вот мы часто видимо в быту когда вроде бы казалось месяц назад человек был успокоен с ним разговаривался только через месяц видно что у него что-то не что не так с организмом потому что он взрывается с пол оборота сам да и и самое главное что это лавинообразно он остановиться не может это качели качели то вроде бы ровно все а через какое-то время он выдает такую вспышку эмоциональную и очень часто женщина это привязывает к менструальному циклу что предменструальный синдром на самом деле тоже нужно разбираться чаще всего очень очень страшные до гормоны щитовидной железы но они мы без них не можем их нужно просто контролировать друзья вот теперь вы знаете как пока без от без анализов давно понять по себе что что-то не так то есть вы будете понимать когда слишком мало их то есть вы будете чувствовать сонливость вы будете чувствовать усталость когда слишком много вы можете там лавинообразно взрываться эмоционально ощущать это все поэтому это первый звоночек о том что нужно проверить гормон щитовидной железы и чтобы завершить вопрос гормоночитовидной железы и первое что делают означают сразу л-тероксин я вот тоже считаю потому что это же гормон да если ты его начинаешь пить, потому что организм твой перестаёт вырабатывать свой. Я вот думаю, что нужно пить афтерозин сначала. Да, грубо говоря, даёте организму как костыль. Поддержку. Но всё зависит от данной ситуации, от конкретного случая клинического. То есть если щитовидная железа совершенно перестала справляться с своей функцией, то да, ей нужно поддержку, заместительную гормонотерапию, так называемую. Но тогда уже человек с неё и не слезет. Всё тоже зависит от ситуации. Но есть какие-то моменты, когда мы помогаем щитовидной железе через кофакторы. Это, допустим, тот же йод, селен, коррекция уровня железа, кислорода в тканях, витамина D. Вот этот баланс тоже очень важен, потому что гормонам щитовидной железы нужно из чего-то синтезироваться. А если ткань воспалена, если она загружена, она в дефиците, то, соответственно, дать ей всё необходимое, тогда она вновь восстановится, если правильно это всё делать. И нельзя сразу предлагать гормон щитовидной железы как альтернативу. Нужно дать возможность организму сначала заработать, напитаться. Но в каждом конкретном случае своя история, свой подход, поэтому надо разбираться. И вот завершаем с щитовидной железы, гормоны надпочечников. Как понять эмоционально, физиологически, самому, пока ещё без анализов, что надо уже пойти сдать анализы и посмотреть, что происходит с нашими гормонами надпочечников. Какие первые колокольчики здесь, первые признаки, что мы где-то нарушили что-то? Очень тоже такой патогномоничный, я бы сказала, признак, то есть это такой сленг медицинский. Панические атаки. Да, когда человек не может справиться с состоянием какого-то негативного эмоционального фона, и срывается, и не может скорректироваться, вот здесь, конечно, нужно искать именно надпочечники. Или полная апатия, то есть когда человек не может встать, у него такое бессилие, что он не хочет ничего, у него нет желания двигаться, нет желания вообще жить. И здесь тоже нужно посмотреть, нет ли здесь нарушения синтеза гормонов надпочечников, потому что кортизол тоже очень сильный, важный и контролирующий практически все обмены и процессы гормон. Гормон стресса мы его еще называем. Гормон стресса, абсолютно. Вот периодичность проверки своего гормонального фона, для меня сейчас очень важно, еще следующий будет гормон, потому что для меня как для спортсмена учебного, но вот какая периодичность проверки гормонов щитовидной железы и гормонов надпочечников. Это должно быть сезонно или это прямо как-то запрограммировано? Ну, если достаточно здоровый человек, который не чувствует себя больным, который нигде не наблюдается, и для себя чекап можно делать один раз в полгода-год, но если действительно есть проблема и уже она диагностирована, человек наблюдается, тут уже врач контролирует, это может быть раз в три месяца, раз в два месяца, в месяц, то есть тут зависит от ситуации. Я вот сейчас у вас как у врача-эндокринолога хочу спросить, насколько оправданно применение ГЗТ мужчинам после 45 лет? Оправданно. Да. И вот у меня почему-то сразу дилемма такая, вот если действительно есть какой-то минимальный шанс раскашить выработку своего собственного тестостерона без применения ГЗТ какими-то может быть добавками, бустерами, например, вот на какой уровень мы можем его так вот раскачать? Ну, тоже все очень индивидуально, но бустер такой самый универсальный, который достаточно безопасен и для мужчин и для женщин, для поднятия уровня тестостерона и дегидротестостерона, это трибулус, трибулус, да, трибистан, аптечный препарат, тоже очень часто мы его применяем, но мальчикам 45 плюс и выше, конечно, лучше все-таки смотреть именно через позицию заместительной гормонотерапии, потому что собственные гормональные органы уже приходят в сниженную активность и, к сожалению, это уже ничего с этим не поделаешь. Вот как женщина заходит в определенный период своей жизни это менопауза и, конечно, для продления молодости, для снижения рисков всех заболеваний возраст ассоциированных нужна заместительная гормонотерапия, но с учетом всех рисков. И у мужчин этого возраста тоже нужна заместительная гормонотерапия, но тоже с учетом рисков, потому что гормоны всегда мы боимся стимулировать этими гормонами что-то, какой-либо рост, какую-либо не очень приятную ситуацию. Мужчины, конечно, тоже находятся в зоне риска. Знаете, почему? Потому что у вас, у мужчин, есть удивительная одна отличающая особенность. У нас много отличающих особенностей. Да, согласна. Вот именно Y-хромосома, которая определяет вас как мужчин. Но Y-хромосома, она очень уязвима, и именно на ней локализуется очень много генов, которые могут потенциировать риск раковых заболеваний. Вот как раз заместительная гормонотерапия, если она подобрана неправильно, без учета рисков, тогда, конечно, она опасна в данном случае. И это нужно делать только со специалистом с хорошим диагностическом режиме. То есть полностью прообследоваться, и тогда уже окей. Да. Вот у женщин этот возраст, я почему с мужчин начал, потому что как бы мужчине не жалко сразу, а вот у женщин этот возраст чуть позже, когда вот газете уже необходим? Вы знаете, есть свое терапевтическое окно, так называемое, когда у женщины еще есть цикличность, да, то есть у каждой женщины есть свой цикл, но бывает так, что 45 и выше уже потихонечку идет на спад. Ну, у всех все тоже очень индивидуально, у кого-то в 40, а у кого-то в 50. И вот это терапевтическое окно, мы так называем, уже можно что-то предложить женщине или мужчине, да. И вот газете, неважно теперь мужчина или женщина, вот газете, это же не только, например, стимулирование организма, там, длинными эфирами тестостерона, или неважно, какими эфирами тестостерона, это же ряд мероприятий, да, то есть подводящие, какие-то выводящие, и как бы как суппорт сопровождающие, то есть это не один препарат, это много, да, потому что для меня газете пока еще я еще с этим не столкнулся, хотя я чувствую, что скоро, наверное, придется. И для понимания, это не только один препарат, это прям целая процедура, курс подготовительный, ну и, соответственно, потом сопровождающий. Это не только тестостерон, это может быть и пригниналон, и прогестерон, прогестерон, да, и дегасульфат в каких-то ситуациях, это могут быть и вот те же самые бустеры, которые вот как трибулус действуют, да, и многие адаптогены, они тоже достаточно хорошим действием обладают на активность выработки тестостерона. То есть это не только один тестостерон, да, вот чаще всего, конечно, мы используем гелевые формы, потому что инъекционные формы у них тоже... Гелевые, это как андрогель, да? Да, типа андрогеля, потому что... То есть гелевые формы, чтобы, ну, как бы наши зрители понимали, это наносится на кожу. Да, абсолютно. Да, и впитывается через поры. Достаточно спокойный режим, без пиковых концентраций, потому что инъекционные формы тестостерона, они классны по активности, по эффективности, мужчины очень его любят. Но через какое-то время тестостерон пиково начинает идти вниз, и опять мужчина возвращается вот в это состояние вялого тонуса, и он ждет второй укол. И вот здесь тоже очень аккуратно. Я видел мужчин, которые в 45 лет начинали курс ГЗТ, и это вторая молодость. Это вторая молодость, они становятся позитивны, они становятся очень активны и продуктивны на работе, а у них появляется куча новых идей. И плюс ко всему, они визуально визуально молодеют. Лучше, чем в молодости. Но вот, как я сказал своему близкому старшему товарищу, ему 47 лет, и он начал курс ГЗТ в 45, и в 47 прекрасно выглядит, дай бог ему здоровья в дальнейшем. В его случае на его обмоложение физиологически еще наложилось, ну это, к сожалению, не всем приходит, еще и мудрость за все эти 47 лет. Я говорю, слушай, ты потрясающий выдержанный коньяк, потому что на всю твою физиологию еще наложилась мудрость. Вы абсолютно правы, когда говорите о том, что мужчина на поддержке гормональной, именно в возрасте 45 и выше, помимо обновления всех своих сил, физического ресурса, он становится еще и как выдержанный коньяк, да, с компонентой своей мудрости, своего житейского и жизненного опыта, то это вообще это шикарное сочетание, вот к этому мы и стремимся, это и есть то качество жизни, которое мы так хотим достичь, потому что вот в этом и есть наш основной посыл, сделать нашу жизнь более качественной, как физически, то есть и в 50 я хочу выглядеть там молодой, сильной, красивой, и чтобы еще это совпадало с моими эмоциональными спокойствиями, да, потому что это очень важно, и я буду только рада, если мои знания, мое видение вот именно этой ситуации поможет пациенту сделать свою жизнь более качественной. Ну вот, друзья, в завершении, к сожалению, время у нас ограничено, в завершении хочу сказать, что я вот, Вер, я в 25 лет, когда проходил спорт-диспансер, ну, перед соревнованиями различные медицинские обследования, я эндокринолога практически даже к нему не забегал, потому что мне казалось, господи, это врач, который мне никогда не понадобится, потому что я машина, мне вообще ничего не надо, мне с гормонами все ок. Сейчас, в 42, на стадии уже 43-го года, я понимаю, что в ближайшее время врач-эндокринолог, мой самый лучший союзник, это фактически путеводитель во вторую молодость, поэтому мы продолжим снимать ряд передач и поговорим обязательно об эндокринологии и спорте, и физических, даже не спорте, а эндокринологии и физическая нагрузка, да, потому что спорт это спорт высших достижений, ассоциация, а мы скажем так, фитнес и физкультура. И сегодня, друзья, я хочу вам в завершении нашей передачи сказать, действительно, заботитесь о своем здоровье и гормоны, это мир, который нельзя нарушать, это мир, за которым нужно смотреть, потому что фактически от гормонов зависит все наше состояние, как уже Эльвира Асхаттана сказал, и эмоционального, и физиологического, так что смотрите наш канал, занимайтесь спортом и не болите. Субтитры создавал DimaTorzok